Зачем же Кремлю понадобилось поднимать этот предельный возраст службы для мобилизованных и контрактников? Ну, безусловно, по просьбам трудящихся навстречу, конечно, просьбам трудящихся, поскольку на самом деле в малых и средних городах России на национальных окраинах желающих идти воевать в Украину по-прежнему довольно много. Это мужчины, маргинальные мужчины, часто мужчины не очень здоровые, находящиеся в социальных низах, которые никогда не имели возможности сесть в социальный лифт, и для них война в Украине, собственно, таким социальным лифтом и стала. Ну, и я напомню слова Германа Грефа, бывшего министра экономики и многолетнего главы Сбербанка, который в самом начале войны, комментируя что-то экономическое, кстати сказать, Герман Греф очень ловко лично ушел от санкций, переместив все свое собственное имущество в страны Юго-Восточной Азии, он сказал, война – это время возможностей. Герману Грефу 60. Ну, знаете, вот уже же принимали поправки по увеличению нижней планки граничного возраста призыва с 27 до 30 лет, тут все понятно, но солдаты с 65, с 70, вот тут прям вот совсем непонятно. Нет, ну почему же, смотрите, вот заключенные, они кончаются, они кончаются объективно. Чем отличаются заключенные, ну не знаю, 45-50 лет от человека, который жил все это время на воле, на 10 лет старше. Заключенные, не обученные, это социальный низ, они не подчиняются дисциплине, они не понимают, что это. Они в любом месте раздобут алкоголь и наркотики в основном в своей массе. У них на счету, может быть, несколько жизней, покалеченных судеб. Они точно так же совершенно необычно не умеют ни с чем обращаться. И, собственно, они выполняют какую роль? Они выполняют роль пушечного мяса, это известно. И в этом смысле нет никакой разницы между 60-летним вольным человеком и заключенным. Точно ровно столько толку, ровно столько же. Потому что путинской армии нужно именно пушечное мясо, а не профессиональные военные. Здесь действительно убивают сразу несколько зайцев. Хорошо, они снижают нагрузку, путинские армии снижают нагрузку с пенсионного фонда, с социальных фондов, с местных бюджетов и так далее. Потому что это совершенно лишние, ненужные России люди. Ненужная Россия и население. Они не рожают, от них много проблем. Они норовят совершить преступление, украсть курицу, картошку, набить морду, убить кого-нибудь топором, зарубить. И так далее, и так далее. Да, на война вот как раз прям вот в самый раз. Просто утилизация. Путин очень цинично использует войну для утилизации ненужной ему совершенно части населения. Это как раз оно. Но и обратите внимание, что совсем недавно вступил в Россию в силу закон, который разрешает призыв и мобилизацию в местах лишения свободы. Ведь до сих пор это была вербовка и есть вербовка. До сих пор это все-таки добровольно, по контракту и за деньги. Но при этом в каждой зоне, например, уже оборудованы столы воинского учета. То есть военкоматы в зоне. Это означает, что весной... В общем, а что у них оборудовано-то? Весна вот скоро. Там может быть и призыв, и мобилизация. В тех местах, где раньше ничего этого не было. И действительно Путин решает еще одну задачу. Тем самым он все-таки по-прежнему огораживает креативный класс, хотя бы условно креативный класс, жителей столиц, крупных городов, экономически устойчивых, сфертильных и, в общем, склонных и к логическим цепочкам, и, возможно, и к протестам. И тем самым их пока выводят полностью из-под удара. Почему нет? Скажите, Ольга, а забирают ли на войну в России тех, у кого условный срок? Потому что такая мера наказания, она предусматривает то, что этот человек должен, если не ошибаюсь, еженедельно отмечаться у участкового. Очевидно, что когда этот человек сидит в окопе под Авдеевкой, сделать это, мягко говоря, затруднительно. А более того, нередки случаи, они нередки, они вот сейчас стало это как правило. Как правило, что если человек сидит по условному сроку, ну, часто это бывает ДТП, то его вызывают в комиссию, и говорят, что есть, в общем, выбор довольно простой. Либо его срок превращается из условного в безусловный, в колонию общего режима, либо он записывается на войну. И это обычная история. Такое происходит с людьми, которые имеют условный срок, и с людьми, которые состоят под надзором. То есть это люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, у которых закончился срок, они вернулись на свободу под административный надзор, и им, в общем, очень часто, чаще всего это предлагают. Вот вы сказали, что заключенные заканчиваются. Что это значит? Продолжается ли сейчас вербовка в российских колониях, и какие методы используют? Возможно, что-то новое придумали, кроме как отключать отопление. Да, вы знаете, нового довольно много. Вербовка идет по-прежнему, знаете, такими очень конвейерными, такими как часы, очень четкими темпами. Из каждой зоны забирают в месяц немного, по 30-40 человек, но раз в месяц. Если Пригожин делает это единоразово, то сейчас это вот такой вот небольшими партиями идут все время, все время, все время. Что нового? Перестали миловать. Больше нет царского помилования. Что очень мало кого смущает. И продлили сроки. Это должно было быть с самого начала, год назад, с 1 февраля прошлого года, когда в зону пришло Министерство обороны. Так и предполагалось, что больше не будет помилования, что будут брать заключенных на основе контрактов 18-месячных, и они будут воевать до окончания войны, как и все остальные мобилизованные. Но тут столкнулись с юридической проблемой. На эту юридическую проблему было наплевать совершенно вагнеровцам, наплевать Пригожину. Ну, собственно, и на Пригожину тоже было всем наплевать, как потом оказалось и подтвердилось. Но, собственно, на основании чего забирать из зоны людей получается, что только на основании помилования, тем не менее. А помилование предполагает, что все-таки человек свободен. И летом депутаты подсуетились, Министерство обороны подсуетилось, и они приняли поправку в закон о том, как человек может освободиться из мест лишения свободы. До сих пор было несколько способов. Это по окончании срока, это раз. По состоянию здоровья это аксировка. Обычно это четвертая степень рака и отправляют умирать уже. Там буквально вот люди умирают в дороге или через несколько дней после освобождения. Аксировка. Условно досрочное освобождение через суд и примирение с потерпевшим. И на основании помилования. Ничего другого не было. Но помилование естественно себя давным-давно исчерпало. Поскольку все уже видят, что царь милует бог знает кого, каннибалов, убийц, насильников, что нет никакого примирения с потерпевшими, на огромный класс людей, действительно страдающих в России, царю наплевать и всем наплевать. Права потерпевших грубейшим образом нарушаются. имидж царя, отпустившего убийцу, который опять совершает убийство, в общем, тоже не очень. И людей надо все больше и больше. Что делать? И тогда придумали поправку, что людей можно освобождать из колонии условно. Вот не условно досрочно по суду, а просто условно. И тоже не требуется ни примирения потерпевшими, ничего. Это такой новый вид помилования. Когда не нужно ни царя и царского указа, помилования, ни решения суда, просто человек освобождается условно и идет безусловно на фронт. На фронт подписывается контракт на 18 месяцев и он продляется автоматически. Пилюля подсластили обильно. Обильно. Значит, сначала отобрали у тех, кто ушел год назад, отобрали у них денежное удовольствие. И отобрали статус военнослужащего. Министерство обороны сказало, что мы не можем вербовать неизвестно кого без царского указа, поэтому вы не в статусе военнослужащего, ваш жетон не на учете Министерства обороны, вы просто добровольцы, которые воюют в шторм Зет или в шторм Гладиатор. Шторм Гладиатор это относительно элитарное подразделение для заключенных, ну, такие, я бы сказала, такие Рэмбо, да, с особой подготовкой и без СМИ. А для тех, кто сейчас идет по условному освобождению и по новому закону, это где-то с октября начали брать таких людей, для них новое подразделение Шторм Ви. Мы уже его видим в деле и в общем там те же самые проблемы, что и Шторм Зет и пока туда точно так же начали отправлять уже провинившихся людей с воли. Но поскольку здесь начали платить деньги точно так же как военнослужащим, то поток желающих не иссякает. Не иссякает, и на сегодняшний день где-то порядка уже больше, чем 150 тысяч заключенных уже покинуло места лишения свободы и ушли на войну. То есть сейчас осталось примерно столько же еще заключенных, порядка 200 тысяч в общем их хватит на год такими темпами. При этом я вам говорю, что 200 тысяч это вместе с больными, это вместе с женщинами, которых тоже вербуют, вместе с инвалидами, вместе с носителями допустим туберкулеза, потому что свечи с гепатитом вербуют, с туберкулезом стараются все-таки не вербовать, но совершенно не обязательно. Ну и плюс статьи, которые не подлежат вообще вербовке и призыву в армию. Это все статьи, по которым осуждены и осуждаются сейчас украинцы, это и цивильные заручники похищенные, и партизаны с оккупированных территорий, и просто случайные люди, это обычно шпионаж, терроризм, пособничество терроризму, экстремизм, пособничество экстремизму, то есть по этим же статьям идут политические, российские, дискредитация армии и армейские фейки, сопротивление власти, угон воздушного судна и тяжелые статьи по педофилии. Легкая педофилия вполне себе воюет, можно. Ну, то есть, вот остается еще тысяч сто и все, и дальше все. Вы знаете, мы начали наши с вами встречи в эфире чуть менее двух лет назад с того, что шокировало и нас, и вас. Это, собственно, факт вербовки пригоженным заключенных на войну против Украины. Привыкаешь ко всему, и за эти два года, почти два года войны, уже многие вещи не удивляют. Не удивило даже, когда начали вербовать из женских колоний. Я задам вопрос, который еще год назад показался бы, возможно странным, а сейчас возможно все. А в колонии для несовершеннолетних российской Минобороны уже добралась или еще нет? Добралась. Добралась. Это хороший вопрос, поскольку, вот это не в ровь в глаз, да, потому что призыв, потому что теперь, теперь заключенные подлежат призыву с 18 лет. А как раз подростковая зона заканчивается в 18 лет и их переводят во взрослые зоны, где обычным подросткам приходится очень-очень несладко. Хотите во взрослые зоны в 18 или на фронт? Подростки очень часто выбирают фронт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok